Дорогие друзья, коллеги, единомышленники, я Судикана Николаева, руководитель Центра профессионального мастерства в полном направлении Патриона, Декция создания программ «Связь и сердце» и «Искусство», рада приветствовать вас на нашем мастер-классе в нашей замечательной школе, Декция создания школы искусств имени Палатинова. И сегодня к нашему мастер-классу присоединили более 200 человек из 20 городов нашей мастер-классы. От Калининграда и до Хабаровска. Это очень-очень приятно. И я передаю слово нашему предыдущему мастер-классу Андрею Николаевичу Котову. Здравствуйте. Рад всем тем, кто пришел в этот прекрасный солнечный осенний день. Оставил все красивое на улице и пришел сюда провести здесь в комнате в несколько часов. Андрей Николаевич Котов. Создатель и руководитель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин». Наша ансамбля существует уже 33 года. Ах, целых. И направление нашего ансамбля можно назвать просто – это аутентичное исполнение русской духовной музыки до европейского периода. И русские духовные стихи во всех видах, в которых они существовали и существуют. И поскольку в тот момент, когда мы начинали этим заниматься, это вообще было чистое поле, никто не знал. То есть материал был и материал есть, но никто толком не знает, как с этим материалом работать. Никто не знает, как он звучал. Поскольку эстетика изменялась на протяжении этих лет. И мы понимали, что мы работаем с разными пластами историческими, философскими, религиозными и так далее. С разными пластами исторической русской духовной музыки. Мы понимали, что она потребует разного подхода. Поскольку у меня за плечами 10 лет ансамбля Покровского, причем 10 тех лет, когда ансамбль Покровского был в наиболее активном творческом состоянии. Это с 1980 по 1989 год, когда было сделано много экспериментов, открыто много-много всего. Это вторая студия Покровского, в которой, собственно, родилось фольклорное движение и так далее. Я, естественно, знаю фольклорные технологии. И сам ездил в экспедиции многократно и занимался этим. Поскольку я занимаюсь духовной музыкой, имею отношение к церкви, как все люди, которые этим занимаются, должны и служат. То есть я тоже понимаю, что такое современная церковная эстетика и что вообще такое эстетика духовного пения. Мы об этом с вами отдельно поговорим. Чем она отличается от светского пения по своему внутреннему состоянию. Когда мы начали работать с ребятами, мы решили создать, вернее, она постепенно создавалась. Мы решили, что необходима некая такая система работы с музыкальным материалом и работы со звуком, которая освободит нас, с одной стороны, от эстетических предрассудков современной музыки, когда мы делим грубо на народную и академическую. А с другой стороны, позволит нам, технически позволит нам работать с разного рода материалом. И вот на протяжении этих лет у нас появилась некая система работы. На чем она основана? Основана очень простая вещь. Что такое пение? Спрошу я вас. Как физический процесс. Да, но что такое? Чем пение? Чем человек поющий отличается от человека говорящего? Тянет. Тянет. Эмоции. Как их тянет? Громко. Громче, чем обычно. Да, громче, чем обычно. Кричит. Правильно. Пение. Пение – это организованный крик. Не с точки зрения эмоций. Вы сразу сказали, ну что же, мы орем, что ли? Нет. Это с точки зрения работы механизма дыхания и механизма работы связок. Вот сейчас есть такое слово «измененное состояние». Вот пение – это измененное состояние. То есть человеку ведь не свойственно орать. Ну, есть, конечно, кому не свойственно, но вообще-то нет. То есть он кричит, состояние крайнего возбуждения, как мы говорим, выходит из себя. Переходит в другое состояние, когда с помощью звука он выражает больше, чем с помощью слов. Вот это измененное состояние. Это пение. Когда человек заявляет себя не вот на таком расстоянии, а на расстоянии большом. Он кричит, чтобы его слышали. Помогите! Вот. И вот он же «помогите!» Практически поет, да? Вот. И как вы все знаете по опыту собственной жизни, когда человек выходит из себя, вы вдруг видите, какой он на самом деле. Человек обнаруживает себя. Да? Точно так же человек, когда поет, он обнаруживает себя. И вы по опыту по своему знаете. Когда человек запел, и вы уже представляете, что это за личность примерно. Почему? Потому что когда человек поет, он переживает и думает. И именно об этом и поет. То есть, чтобы он не пытался скрыть, он всегда будет выдавать себя через собственный звук, через собственную микроинтонацию, да? Через собственное отношение к музыкальному тексту, в конце концов. То есть, в пении человек всегда то, что он есть на самом деле. Человек всегда поет то, о чем он думает, и то, что он переживает на самом деле. Как мы говорим в церкви, если ты поешь «Господи помилуй», а думаешь о куске колбасы, то ты поешь о куске колбасы, да? И человек не понимает, что обозначают эти слова «Господи помилуй», когда колбасой пахнет вот явно, да? И исходя из этого, и как бы вот из этой догмы, из этого утверждения, мы поняли, что человек, когда поет, не должен думать о том, как у него сформирован звук, не должен думать о том, строит ли он или не строит, находится ли он в ритмическом потоке, или не находится он в ритмическом потоке. То есть профессиональный человек должен владеть этими техниками на подсознательном уровне. Проходите, пробегайте. Должен владеть этим именно на подсознательном уровне, то есть на уровне мастерства, как мы говорим, да? Когда я уже не думаю, я открываю рот и пою, и я не думаю о том, как мне взять там, я не знаю, там, рэп первой октавы, поскольку я автоматически его беру, да? И я знаю, как мне решать проблемы дикции, как мне решать проблемы звуковедения и так далее, и так далее. И для этого необходим тренинг. На самом деле, мне очень много в свое время помогло, потому что я очень много работал с хорошими режиссерами, начиная с Юрия Петровича Любимова, с Камой Гинкасом, с Анатолием Васильевым, с Валерием Фокиным, ну, в общем, с хорошими режиссерами, с хорошими спектаклями. И я знаю, как тонко люди работают со словом, с психологическими состоятиями. А Васильев вообще помешан на тренингах, да? И вот эти тренинги, которые он проводил, и я понимал задачу. Его задача была сделать актера совершенным инструментом. Вот у нас такая задача сделать певца совершенным инструментом, который может все. Потому что что такое, скажите мне, что такое фольклорное пение, или там, народное пение? Вот когда мы говорим народная песня, что мы с собой, что вы представляете? Нет, ну что это вот? Образ какой вы представляете себе? Сарафан, кокошник, да? То есть вы представляете себе и лепарда такого дебиловатого вида в народной рубахе, да? То есть вы представляете себе человека, одетого как? Народное это как? Народ это кто? Кто? По-крестьянски, по-деревенски. То есть народ у нас, это люди, живущие где-то в деревне. Причем в деревне середины XX века. То есть на самом деле это образ, который совершенно не имеет отношения к современному народу. И он у нас сформировался еще в середине XX века. Почему? Была аграрная страна, в которой 80% людей жило в деревне, 20% в городе. Сейчас прямо наоборот. Сейчас больше 80% людей живут в городах. Да? И понятие. А народ это вот вы все сидите, вы же народ. Да? Но у нас есть некая эстетика, что народ обязательно... Вот это народ, да? А если ты как благородным красивым голосом, ты уже в шивой интеллигенции. На самом деле неправильно. То есть на самом деле есть понятие фольклорного или открытого пения. Да, не белого звука. Это, кстати, давно совершенно... Вот никогда не пользуется этим термином, потому что он устарел и ничего не выражает. Никакого белого звука нет. То есть есть звук открытых абертонов. То есть им пользуются люди. Когда вы пользуетесь этим звуком? Вы все им пользуетесь. Когда приспичат. Когда вас сильно напугать. Или когда вы пирожки на улице продаете. Почему? Потому что этот звук, вернее, это пепческая форманта, это форманта звука, абертональный состав, который человек выдает, когда он находится в открытом пространстве. Почему? Человеческий организм всегда подстраивается к помещению или к среде, в которой он находится. Человек, поющий в лесу, человек, поющий в поле, они поют немножко разными тембрами. Потому что разные частоты проходят. Когда человек находится на улице, на улице низкие частоты не летят, на улице глубокие частоты нет. То есть на улице летят средние и высокие частоты. За 2000 туда. Поэтому у нас появляется вот этот звонкий голос, который будет слышно. Я сейчас просто выделяю абертона. Я не говорю на горле, не думайте, я говорю на опоре. Но я выделяю абертона, и даже если я буду говорить тихо, вы меня все услышите. Можете проверить в метро. Знаете, когда в метро много народу, и тебе нужно выйти, я просто говорю, простите, вы выходите. И все расступаются. Потому что ясно, четко сказано, пробивает любое расстояние. Вот это как раз управление абертонами. Это техника управления абертонами. И человек, и эстетики, скажем так, мы имеем дело с певческими эстетиками. То есть понятие давно устаревшее, понятие академического пения. Что такое академическое пение? Ну, это немецкая манера пения, с поднятой гортани. Потому что немцы так говорят. Их лебеди. Они говорят, у них, как бы, это природа языка такова. Поскольку у нас 19 век, по сути дела, практически с конца 18 века и весь 19 век у нас руководили музыкальной и хоровой культурой в России немцы, которые, собственно, эту манеру и принесли. И только в конце 20 века нас пытались сделать на основе церковных. А церковная школа была другой. Там жили, как бы, в монастырях была своя манера. Но у нас про нашу церковную музыку вообще в мире, да и мы тоже, собственно, узнали, только, по сути дела, в 1900 году, когда на всемирной ярмарке был церковный ход. И тогда весь мир обалдел. Оказалось, что у нас невероятно красивый церковный мозг. А это вообще даже никто не знал. Ну, мы, как бы, пели для себя в церкви, ну и хорошо. Концертов не было тогда. Но неважно. Вот, так вот, говорим об эстетиках, да? То есть пение в той или иной манере – это ваш выбор. Если вы владеете внутренней артикуляцией. Владеете, вы можете поменять положение гортани, вы можете заглубить звук или сделать его, наоборот, близким. У каждого человека существует его собственный звук, его собственный голос, как инструмент. То есть каждый человек – это совершенный некий инструмент, неповторимый. То есть каждый из вас – это инструмент со своей высотой звука, со своим темпром, со своим внутренним комфортом, да? Со своим образом звука, который тоже иногда бывает проблемой, да? Вот. И начало любой работы, любого пения заключается в том, что мы должны осознать этот инструмент. То есть оно заключается в том, что мы должны услышать и начать петь своим собственным звуком. А он никакой. Ни народный, ни академический. Он такой, в каком помещении мы находимся. Или такой, в зависимости от того, какую задачу мы себе ставим, в конце концов. Да? И это первое. У нас первая работа со звуком, когда ко мне приходили люди. Хоровики, пианисты. То есть у меня ребята – профессиональный ансамбль. И поэтому я набрал профессиональных музыкантов. Но никогда не брал профессиональных вокалистов. Не потому, что я их не люблю. Они прекрасны. В одиночестве. Но в ансамбле это ужасно. Потому что, к сожалению, вокалистов у нас учат звучать, но не учат слышать. А ансамбль – это когда я своим звуком жертвую. Свой звук жертвую своему партнеру. Но это отдельно. Мы уже на практике, надеюсь, какое-то количество практики этому посвятим. И тогда постепенно у нас сложилось несколько направлений этих тренингов, несколько направлений работы, которые готовят вот этого профессионального певца. Или, скажем так, любого. Потому что она применима и к профессионалам, и к любителям. И к людям, у которых есть слух, и к людям, у которых нет слуха. И вообще ее нужно каждый раз корректировать в зависимости от того, с какой группой людей вы работаете. Теперь скажите мне, кто работает с детьми? Та-дам. Так. Кто работает с детьми 5 лет? Нет, нет. Именно вот сейчас, по возрастам. Пятилетки. Пятилетки. Кто работает от 7? Кто работает с подростками? И кто работает старше 18? Настрой. Да. Хорошо. Для того, чтобы мне понять, как раз в каком направлении. Потому что работа с детьми, работа со взрослыми – это разные вещи. Я работаю со взрослыми всю жизнь. Мне детей жалко. Но я надеюсь, что то, что я вам расскажу, вам тоже пригодится. Итак, да, вот работа со звуком, работа с этим. В нашем тренинге есть несколько направлений. Звуковой – раз. Ритмический – два. Мелодический – три. И артикуляционный – четыре. Четыре направления. И когда мы начинаем работать с группой, всегда начинается со звука. Вот с этого личного звука. И здесь есть первая проблема, с которой я сталкиваюсь, когда мы работаем с любителями. Это с невероятно низким мышечным тонусом. Потому что человек, живущий в городе и не занимающийся регулярно физическим трудом, не имеет достаточно тренированных мышц, чтобы держать, простите, звук на опоре. Да? Мы живем, нам мышцы не нужны. И поэтому, простите, диафрагма опора должны держать мышцы косые, мышцы живота, спина. Все это должно быть в каком-то хотя бы тонусном состоянии. Если человек не занимается спортом, и человек не работает на огороде, хотя бы раз в неделю у него, этих мышц нет. Вот. Работа с такого рода звуком, она связана вот с этим, наверняка вы сами с этим работаете, знаете, в этом нет ничего нового. Это со свободным звуком, который человек, как правило, как правило, человек выдает, когда он кричит. Но вот тут тоже возникает проблема. Потому что даже когда я вам говорю крик, да, то в большинстве из нас возникает ассоциация с отрицательной эмоцией. Да? Я кричу со страха, или я кричу там кого-то, помогите, и так далее, и так далее. А когда говоришь радостный крик, начинаешь думать, когда это я радостно в жизни кричал? Что-то не помню, да? То есть вот такой свободный, да, свободный крик, когда... Да никогда я в жизни этого не делаю, меня за идиоты все примут, да? Мне и мама говорила в детстве, не кричи, что-то орешь, как ненормальный. У нас комнаты 19 метров, 5 человек живет, нельзя орать, да? Мы же в городе не разрешаем кричать детям, и у них не развивается. У них даже... Они не понимают, что это хорошо, наоборот, орешь плохо. Да, когда я еще помню, когда жил в этом большом 17-этажном доме, внутренним колодцем, как дети выходят на улицу играть, это же невозможно, если ты живешь ниже пятого этажа. Там же вот такие голоса, и они просто разговаривают такими голосами, звонко. Но детям это необходимо, если детям запрещать кричать, они больные на всю жизнь. Легкие не развиваются. Личностное, вот это вот право на то, чтобы звучать и заявлять себя всему миру, тоже не развивается. И человек зажатый. Сколько ко мне приходило взрослых, которые говорят, а мне в детстве запрещали кричать. Говорили, что у меня очень противный голос. Я с тех пор говорю тихо, вот так вот. Ты можешь крикнуть? Да. Я говорю, кричи. А-а-а. Я говорю, все, ты уже утонула. Да, потому что так тебя никто не услышит. А крикнуть так, чтобы тебя было слышно далеко. Ну что же это? Потом у нас же еще есть второй момент. Это вообще как бы проблема людей цивилизации. Мы должны предъявлять миру не себя самих, а предъявлять миру образ. И этим образом мы защищаемся от мира. Вот знаете, у японцев, у них самое страшное, это когда человек теряет лицо. Знаете, да? То есть у них все люди, они как бы закрыты, очень закрыты. Да? Это, кстати, у китайцев тоже. У японцев это вообще как бы на уровне культа. То есть человек все время должен быть корректен. Человек не должен... На его лице не должно быть эмоций. Он не должен повышать тон. Он должен работать, как бы жить в определенных рамках. И если человек начинает орать или начинает плакать, да, или начинает там смеяться безудержно, и этим проявляет свое истинное лицо, это называется потерять лицо. Для них это невероятное падение. То есть вот человек как бы обнаружил себя. Это как бы у нас по-русски это называется, я ему открыл душ, а он мне плюнул. Да. Вот это вот то же самое, да? И поэтому у нас, у городских людей, начиная с детского возраста, вырабатывается вот этот вот образ. Тем более, что наше средство массовой информации, наше массоискусство, да, начиная с детского возраста, дает нам огромное количество шаблонов, да? Одеваться как кто-то, петь как кто-то, быть успешным как кто-то. То есть там все время говорят, вот хочешь быть успешным, вот одевайся как он. Вот хочешь быть, так сказать, любимый, вот сделай вот так вот, да? Значит, то есть человеку не предлагают быть самим собой, он предлагает быть кем-то, кто уже зарекомендовал себя вот на уровне нашего, на уровне нашей массовой культуры. В пении это сплошь и рядом. Я вот на нескольких конкурсах последние годы был, у меня волосы шевелились, когда выходят бабушки 80-летние и поют под фонограмму. Я не понимаю, то есть они счастливы. Они поют под фонограмму какую-то ужасную совершенно песню, но они при этом счастливы, потому что я понимаю, что они счастливы тем, что они собрались вместе и еще живы. Но как это было потеряно за 10-15 лет, потому что еще 15-20 лет назад это было невозможно. Ну, в худшем случае под Боян. Я же не говорю о том, что акапелла вообще никто не поет. Да, это Владимирская область. Вот я был там последние годы назад. Ну, неважно. То есть нас приучают с детства соответствовать чему-то. И подгонять, в том числе и свой голос, подгонять под какой-то стандарт, которому мы должны следовать. И даже когда вы приходите на конкурс, сидит жюри, которая говорит, ну, это ни на что не похоже. Поэтому, да, то есть самобытности у нас не очень хорошо, в этом смысле. То есть, а вот если ты должным образом одет, должным образом улыбнулся и топнул ножкой, значит, ты молодец. И момент твоей внутренней свободы и какого-то внутреннего открытия вообще мало кого волнует. Волнует, чтобы мы все были стандартными. Естественно, что для творческого человека, если я не владею собственным звуком, если я не свободен, когда я просто выдаю какой-то открытый звук, то дальше мне делать нечего. Чем сложнее материал, тем больше будет зажим. В конце концов, ты ничего не сможешь. Поэтому в этот момент этой внутренней свободы, поймите, это не какая-то абстрактная, там, у нас, скажем, демократическая какая-нибудь левая-правая свобода. Я говорю о как бы подлинной свободе звучания, да, когда я пою, и мне хорошо. Вот мне должно быть хорошо и свободно. Без этого хорошо и свободно, дальше идти нельзя. Нельзя говорить, что нет, ну так нельзя, вот давай сделаем по-другому. Люди абсолютно разные. И у каждого человека абсолютно индивидуальный звук. Вот найти этот индивидуальный звук, и с ним дальше работать главное. Мне говорят, ну как же, люди что, с разными тембрами будут петь? Я говорю, ну простите, вот сидит симфонический оркестр, вот тебе гобой, вот тебе флейта, вот тебе контрабас. Они же играют вместе. Ну, это же, я говорю, вот подходите к музыке как к симфоническому оркестру. Находите возможность сочетать инструменты. И если вы будете заниматься этим, у вас получится тонкая и очень яркая музыка с разными тембрами. Если мы убираем эти темпы, если мы нивелируем, у нас получается абсолютно невыразимый никакой, никакой мертвый совершенно коллектив. Вот. Ну вот, это было вступительное слово. Дальше мы с вами можем перейти к практической части. Я буду вам потихонечку, я вас смогу только за это время ознакомить с этими техниками, потому что, вот когда я провожу мастер-классы, обычно это 5 дней по 3 часа. По 3, по 3,5, наверное, по 4 часа, то есть в зависимости опять от группы и сложности материала. Потому что это все упражнения, которые требуют проникновения в процесс. Но поскольку вы люди профессиональные, вы будете меня понимать с полуслова. А тот, кто не будет меня понимать с полуслова, он сам виноват. Так, а теперь прошу вас встать в круг. Еще там даже. Можете подходить ко мне. Я сегодня мылся, поэтому надеюсь, что пахну нормально. Значит, первое, значит, что такое круг? Вот когда говорят, почему круг? Что такое круг? Он не обязательно бывает там идеально круглый. Но в понятии круг есть одно правило. Плечи должны находиться на одном уровне. Это значит, что мы все как бы равноправны. Потому что если я сделаю шаг вперед, я уже солист. Любите меня, я впереди всех. Если я делаю шаг назад, я наблюдатель. И это всегда... Мало того, что вы начинаете себя так ощущать, вас начинает так воспринимать. Руки свободны. Это у нас проблема. И у взрослых, у детей. Поскольку у нас вот это закрытое. Знаете позу. Вот это сильно закрытое позу. Это пассивно закрытое позу. То есть старайтесь, чтобы руки... Поначалу неудобно. Потому что нам всегда куда-то руку. Я сам гитарист. Мне все время хочется в руках что-то держать. Поэтому руки должны быть свободны. Дальше. Как мы говорим, положение для пения. Вот смотрите. Городской человек. Мы когда ходим, мы плечами чуть-чуть закрываемся. Это я сейчас утрирую немножко. Но если вы обратите внимание, как люди ходят, у них все время плечи чуть-чуть вперед. Потому что мы таким образом создаем этот малый круг защищающийся. Поэтому у нас все чуть-чуть, и мы чуть-чуть на животе. Для того, чтобы петь, нужно представить, что у нас шест идет через макушку, и где-то ног внизу заканчивается. Чтобы мы ровненьким стоим. И плечики чуть-чуть порасправить туда. Представьте, что это вешалка, которая на этом шесте. А теперь, глядя перед собой, постарайтесь краями своего взгляда увидеть человека, который находится рядом с вами. Глядя перед собой. Видите, у нас достаточно широкий обзор. По жизни мы, как правило, сужаем его, живя в городе. Поэтому под машинку падаем. Не то, что надо видеть, что там происходит. Для того, чтобы почувствовать вот этот круг, не обязательно по сторонам глазами крутить. Просто я гляжу перед собой свободно, у меня расправлены плечи. Я не боюсь никого. Нам тут бояться никого. Вот мы открылись, свободные плечи у нас. Сразу у меня живот, видите, почти ушел. Грудь почти поднялась. Как мы, я девочкам говорю, грудь к носу, ее нужно приподнять на максимальную высоту. Но только не напрягаться ни в коем случае. То есть, напряжение не должно быть. Просто должна быть свобода. А дальше попробуйте плечи, попробуйте голову. Потому что у вас свободно все, да. Особенно шея у нас зажата. Вот бывает очень часто тоже. Если кому-то в детстве подзатыльники давали, то потом шея зажата на всю жизнь по себе знала. Вот. Поэтому проверяем плечи, проверяем голову, да. Проверяем грудную клетку, как у нас. Да. Вот берем грудную клетку и кручим ее по кругу. Вот так. Да. Попробуйте так. Вот. Да. Она какая-то расколбасится. Немножко. Попробуйте базу. Да. Это у нас база называется. Попробуйте свое тело. Чуть-чуть его нужно размять. Знаете, как тесто. Что-то такое. Потому что мы же ходим, у нас все же вот так. Ногами так и руками. Да. А тело оно пластичное. Эта пластичность должна быть во всем. Вот. И всегда, вот, я говорю, попробуйте свое тело размять. Да. Так, чтобы было хорошо. Я почувствовал, что у меня есть мышцы, да, какие-то. Вот. Вот. Дальше. Сейчас мы будем знакомиться. Знакомиться будем... Чем очень просто. Вот для детей, для начинающих, я говорю, я свое имя, пропивая свое имя, медленно, красиво, на удобной высоте, адресуя его кому-то. Вот конкретно. То есть не просто там, я вот кого-то, мы все видим друг друга, вы можете выбрать кого-то, посмотреть на него глазами, вот, и сказать им там. Андрей. Вот старайтесь звуком дотягиваться, не руками, да, это я неправильную рукой показал. Работаем только звуком. Наташа, по еще раз. Наташа, Александра, Ирина, Наталья, Анастасия, Наталья, Светлана, Степанья, Игорь, Валерия, Ирина. Анна, Наталья, Наталья, Юлия, Валерия, Наталья, Наталья, Анастасия, Валерия, Игорь, Валерия. Еще раз. Все познакомились? Кто еще? Посмотри, кто их… Обратитесь, пожалуйста. Елена, Елена. Туда. Теперь очень просто. Сейчас. А кто еще? Вот, как-то никто не обращает. Никто не приглашает на танцы. Так, теперь, мужчина, идите ко мне сюда. Поменяйтесь местами или сдвиньтесь, как удобно. Руки мы отпускаем. Вот почему локтями нельзя? Сразу занимайте лишний метр вокруг себя. А это, кстати, тоже показательно. Когда человек делает так, он говорит, вот это мое пространство. И только залезть. Почему эта поза считается вызывающей? Это не потому, что человек агрессивный. Это, кстати, так очень часто ведут себя, наоборот, испуганные люди, которые боятся. Они как бы говорят, вот я обороняюсь. У детей это проявляется часто. Но не важно. Теперь, мы, мужчины, присоединимся позже. Поскольку у нас подавляющее большинство работников культуры. Пожалуйста, как мне позвать, дамы или девочки? Как вам удобно. Нам приятнее. Девочки, да, хорошо. Девочки. Сейчас, значит, вот теперь звук вертикальный. Да, то есть вы сейчас свой голос в этом пространстве услышали. Вы его предъявили с одной стороны, да. Вот насколько вы хотели себя предъявить. А с другой стороны вы его услышали. А теперь нужен этот звук вертикально. Да, мы поем его не вперед, а поем его вверх. Вы сейчас, я сейчас его отмахну рукой, и вы возьмете удобный вам комфортный звук. Комфортный звук, да. Активный, громкий, на опоре. Удобный, комфортный звук. Они у вас будут разные вначале. Но дальше задача у вас прийти к унисону. Какой это будет унисон? Мне совершенно не интересует. То есть здесь нет правильного звука, которому. То есть каждая группа создает свой унисон. В зависимости от того, какие голоса в ней преобладают. Понятно? Задача, значит, свободный звук раз, а потом прийти к унисону. Спокойно, да. Может, не сразу это получится, но вы к нему обязательно рано или поздно придете. Три, четыре. Один звук, один нужен мне звук. Не два, а один звук. Я вас поздравляю. Вы среди статистических женщин мира. Вы пришли к рек первой октавы. Обычно этот звук всегда находится где-то от до до ре до ми бемоль. Вот в этой зоне. То есть это естественно, это называется нота согласия, да, или звук согласия, если вы пришли, потому что это звук грудной, да, звук, который достаточно комфортен и низким голосам, и высоким голосам, потому что не высоким голосам, например, до и си бемоль может быть уже некомфортно на груди, а низким голосам выше они уже начинают чуть покрикивать. Бывают такие. Поэтому все обычно сходятся вокруг этих звуков, да. Но, знаете, вот я всем рассказываю там про древнерусскую музыку, вообще не только древнерусскую, но и музыку европейскую в средневековье. Там не было никаких коммертонов, не было никакой. То есть звук, звук всегда, особенно как бы в акапельном пении, он определялся теми людьми, которые поют. Ну, если низкие голоса собрались, они поют ниже, а высокие поют выше. И они определяют вот этот вот звук, вокруг которого строится система. Даже есть такое в древнерусском пении, есть такое понятие строка. То есть это некий звук, не нота, а некий звук, вокруг которого все эти мелодии располагаются. Вот и в древней записи, там, говорят, вот это вот, чуть повыше строки, чуть пониже строки, да, и от строки скакнуть вверх и так далее. То есть вот даже в азбухах так записано. Вот мы с вами сейчас, для нас установили эту строку. Причем она нестабильна. Вы можете завтра собраться, и у вас будет другое настроение, будет другая погода. И вообще придет там чуть-чуть другой состав. И вы можете взять выше или ниже. Это всегда определяется и здесь, и сейчас теми людьми, которые собираются и поют. Для ансамбля это очень важно. Важно это согласие определять. У нас, например, в ансамбле, когда мы же много поем, там, нотного материала, сегодняшний шифровок, мы можем легко поменять тональность, там, вот, буквально, вот, перед тем, как начинать пить. То есть мы, или там, в начале концерта мы распиваемся и говорим, ребят, давайте мы здесь возьмем повыше, а это возьмем пониже. То же, вот здесь звучит, сегодня звучит так. Вот. И это нормально. Вот это надо понять, что нормально. Потому что вот эта привязка к тону, она, как вы знаете, она вообще связана только с инструментальной музыкой. Камертон появился тогда, когда нужно было состраивать вместе инструменты разного типа. Для инструменталистов. Для певцов он вообще никогда не был нужен. Я запел, ты меня подхватил, ты вверх подстроил, ты вниз подставил. Все, все звучит. Вот. Итак, взяли, теперь поднимите руки, кто у нас высокие голоса. Кто, кто считает себя высокими голосами? Отлично. Так, поменяйтесь местами. Там у нас будут стоять те, кто считает себя высокими. Кто считает себя альтами, низкими голосами? Нет, нет, есть еще средние. Так, кто у нас альты? Так. А вы средние, значит. Так, хорошо. Альты встаньте сюда. А вы тоже средние, да? Значит, получается раз, два, три, четыре группы. И мужчины. Вот. Мужчин можно делить, когда их больше четырех. Мы делить не будем. Вы каким себя считаете голосом? Когда как? Когда тенор, когда баритон. Скажите. Эй! Эй! Баритон. Вот. Как вы определили? По тембру. Мы определяем по абертонам, да. Не по высоте звука, который кричит, да. То есть, голос человека определяется не высотой, которую он может брать, а там, где он комфортно звучит. Всегда слышно, да? Составляющие. Ведь это же качество связок, да? Поэтому всегда определяется. Молодцы. Вообще ничего вас учить не надо. Все вы прекрасно знаете. Теперь смотрите. Вот тоже. Имеете ли вы с этим дело или нет? У нас мы этому просвещали очень много времени в свое время. Именно потому, что мы с этой культурой имели дело. Это с монодией, с одноголосием. Что такое унисон? Унисон – это состояние, при котором при любом количестве поющих каждый из них не слышит себя отдельно. Вот это унисон. Если я пою и не слышу себя, то я унисон. Если я слышу себя отдельно, или я пою громче всех, или пою просто другой звук, простите. И очень часто люди, причем музыканты, особенно, кстати, вокалисты, они начинают в унисоне фальшивить. Причем это на подсознательном уровне, для того, чтобы слышать себя. А он говорит, а как я могу понять, чисто я пою или нет, если я себя не слышу. Я говорю, если ты поешь другой звук, то ты уже точно поешь нечисто. А может быть, это они поют нечисто. А я пою чисто. Причем с хоровиками, с хоровой академии, они встают, пять человек, и поют, и я каждого слышу отдельно. Я говорю, ребята, слышите, у вас нет унисон, они говорят, слышим. Я говорю, спойте, они поют по одиночке, по одному, и каждый из них идеально попадает в звук. А вместе, потому что им нужно слышать себя, причем вот это, то, что называется хорус-эффект. Когда я даже не на четверть, а на какие-то биты расхожусь, но слушаю себя отдельно, вот этот вот дребезжащий звук, это потому что я же пою чисто. А подлинное унисонное пение свойственно людям в ситуации фольклорной, потому что в фольклоре песня – это вместе, это совместное создание вот этого образа, звучания. И в религиозном пении, где есть понятие едиными устами, едиными богами. Когда я, как бы, отказываюсь от своего эго и, как бы, растворяюсь в молитве, растворяюсь в… в данном случае ты растворяешься в звуке и чувствуешь себя свободным в единении в этой молитве. Во всех остальных, в искусстве это всегда проблема. Итак, мы с вами берем унисон, да? На грудных начинаем, потому что потом, почему? Да. Дальше. Первый, вот для того, чтобы развивать эту внутриглодочную артикуляцию мягкую, у нас такая… есть два типа работы. Одно из них, первый тип – это упражнение, когда я с одной гласной перехожу на другую. Переходить надо как можно незаметнее. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Почему? На самом деле, вы тоже поймите это с точки зрения теории. У нас есть пять открытых звуков. О, У, А, Э, И. Все остальные производные, прикладываемые. Что это такое? Это связки все время выдают звук. А краску, то или иное гласное, мы ему придаем, изменяя положение гортани. В нашей разговорной речи эти переходы должны быть жесткими для того, чтобы мы одно слово отличали от другого. В пении же существует бесконечное количество оттенков этих гласных. И когда мы начинаем развивать вот эту внутриглочную артикуляцию, мы начинаем владеть вот этими мягкими мышцами нашими, да, то есть переходить. Первое упражнение – это когда я меняю одну гласную на другую, да. А второе упражнение – это когда я меняю, собственно, тембр звука. Это уже работа с корнем языка и с мягким небом. Например, сейчас я покажу. Ну, я возьму свою высоту. Это я у детей научился. Они когда в самолетике играют, они… И никогда не сорвают голос при этом, да. При этом у них все работает там, да, очень активно. Вот. Я что делаю? Я сейчас… Вы, наверное, представили себе. Я опускаю корень языка, язык уползает, я поднимаю гортань, я расширяю глотку. Делаю это медленно, но обязательно на опоре. То есть здесь ошибки бывают, когда люди начинают это сделать, они начинают переходить на горло. Сорваться можно. Поэтому это нужно делать очень мягко и очень спокойно, медленно на опоре. То есть я в этот момент исследую возможности собственного голоса. Ну, удобно мне звуки. Исследую и смотрю, что у меня происходит. Ага, тут я открыл, тут я сузил глотку, тут я расширил глотку, тут я поднял небо. Какой у меня звук получился? Я исследую возможности инструмента с помощью изменения вот этого положения. Сейчас мы попробуем с вами просто переходить с одной гласной на другую. Значит, обычно у нас идет от… Мы берем три комфортных. Это О, У, Э. О, О, А, Э. И есть крайнее, не очень комфортное. Это У, И, И. Да. В пении вместо И мы что делаем? Мы делаем И в позиции… Э. Э в позиции. То есть я… Я серединку языка поднимаю. Но если я чуть-чуть ее переберу туда, у меня поднимутся здесь мышцы. Я зажмусь. И все, я сдох. Тоже О. Я оставляю внутри О, а губами закрываю. Ровно настолько, чтобы мне не дать зажаться мышцам. Для того, чтобы это получалось, нужно все эти переходы делать очень медленно. И мы начинаем с комфортного, например, А. Руки. О. О. А. Э. И. Зажали Да, да, да Не спеши, не спеши Нет, нет Еще раз Э снова И медленно переходим в И Вам должно быть удобно Если неудобно, останавливайтесь А Смотрите У меня только губы работают Внутри все оставляется Ничего не надо там делать Попробуйте губами Это называется окраска Мы окрашиваем его Возьмите У О А Так, остановись пока Послушаем девочку Спокойно Дышите спокойно Не надо Аккуратнее Начало звука Все спокойнее Ничего не будет происходить Удобный звук Продолжайте Продолжайте, продолжайте Продолжайте Знаете Это эффект новобрачных Заключается Знаете, когда люди Там встречаются Потом они женятся У них праздник Да Вот они поженились А жить надо каждый день А ничего не происходит А почему ничего не происходит Было так весело Хорошо А надо жить Еще какие-то Даже не то, что какие-то проблемы Все время наоборот Ничего не происходит Как-то все очень Вот Вот вы взяли унисон У нас получилось У нас получилось унисон А что дальше Все Надо с этим жить Унисон Унисон Это состояние Объединения И оно требует усилий Как по жизни Это абсолютно жизненная ситуация В жизни Сохранить объединение Сохранить единение В обыденности Гораздо сложнее Чем в экстремальной ситуации В экстреме Мы достигли Собрались Мы можем быть вместе Мы команда Ну команда Теперь ждите задания Ну все Я домой И все И разошлись Вот это Это первое У нас это называется Состояние тишины То есть Когда мы входим В унисон Вы не представляете Какими трудами Нам это стыло У меня мужики Бесились просто Они ломали стуль Сколько я буду тянуть Это унисон Это на третьей минуте А мы с вами Протянули Меньше минуты Но вообще Это и есть То есть В начале Когда группа Создается В начале Очень хороший Яркий Унисон Все получается Потом проходит Потепенно Люди Начинают Хватать дыхание Потом каждый Когда начинает Думать о своем И он начинает Ползти вниз А потом начинает Распадаться А потом все Останавливаются Просто Почему-то Говорят Не знаю Чего-то я устал Вот Но если мы Если мы преодолеваем Это то через Примерно Через 3-4 минуты Появляется Другой звук Это появляется Звук Реального Объединения Людей Когда они уже Как бы Настраиваются на то Чтобы нам с этим жить Надо как-то правильно Распределяться И начинать действительно Слушать своего партнера Тогда появляется Бесценное Цепное дыхание Тогда люди Начинают Чувствовать Друг друга Понимая Друг друга Помогая Друг другу И появляется Звук Он не такой Громкий Он не такой Яркий Но он Общий И дальше С ним можно Работать Его можно Сделать Выше Громче Ярче Потому что Люди Уже Действительно Вместе Да Вот мы С вами Сейчас С ним Познакомились Но Вот это То что Называется Процессуальными Упражнениями Которые Требуют Времени Требуют Процесс Вот И какой-то Вот Ну как бы У нас Просто была Идеологически Заточенная Как мы Говорим Группа То есть Мы знали Что нам Надо это Преодолеть Вот А вообще Это 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 Очень Ценно Именно На этом Создается Ансамбль Не на Аккордах Не на Песнях А именно На Этом Соединении В звуке Когда люди Начинают Воспринимать Себя Как Единое Целое И не Такое Единое Целое Которое Я себе Представил И у Меня Должно Быть Вот Так А Такое Единое Целое Которое Получается Из этих Конкретных Людей Здесь И Сейчас И Если Мы Его Добиваемся Дальше Можем Сделать Очень Много Предположим Мы С вами Этого Добились Дальше Мы Начинаем Двигать Звук Это Большая Секунда Вверх Два Каждый Палец Полтона Я Так Не Буду Показывать Это Сложно Значит Это Большая Секунда Это Малый Секунд Вверх Соответственно Это Большая Секунда Вниз Малый Секунда Вниз То Сначала Я Делаю Так Я Показываю А Потом Делаем Движение Чтобы Успели Осознать Что Нужно Делать Мы Сейчас Почему Мы Сейчас Не Включаемся Мужчинами Потому Что Душа Русской Музыки Что Что У Нас Душа Русской Музыки Правильно Квинта Она Она Душа Любой Другой Музыки Когда Мужчина Поет Вместе С Женщиной Не Унисон Не Октава А Именно Квинт Но Как Только Мы Прибавим Второй Звук А Мы До Этого Дойдем У У нас Появится Пространство Звука А Это Несколько Другая История Пока Мы Работаем С Унисон И Пока Мы Будем Его Двигать Да Девочки А Теперь Возьмите Большую Секунду С Слышите Разницу Да В Акапельном Пене Все Интервалы Обостряются Да Поэтому Старайтесь Сначала Старайтесь Взять Звук Выше Чем Вы Его Слышите То То Как Бы Над Ним Немножечко Ни В Коем Случа Нельзя В Него Вползать Никаких Глиссанд Будете Петь На Глиссанд Всегда Будете Занижать А 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 Дышим спокойно. Не повернусь, не нервничай. Я понимаю. Держим, держим. Не разговариваем. Если не понимаешь, надо остановиться и услышать. Держим. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше делимся на две группы. Так, вы у нас низкие, вы были средние. А, вы высокие, высокие, да. Сейчас, неважно, сейчас делимся на две группы. Вот раз, два. Я показываю каждой группе отдельно. Не-не-не, вы сейчас одна группа. А, вам камера бежит? Это ужасно. Нет, только не отходите назад, да, да. Э, 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 вза левше. Слушайте. А, а. Должны быть сонки. Слушайте. Гораздо больше. Вот только-только. Еще выше. Есть такое. У нас есть два правила. Одно правило называется правило Штирлица, другое правило Платона. Про Штирлица я вам потом расскажу. Правило Платона такое. Однажды Платон со своими учениками сидел в гимназии и занимался философией. В нем проходили гитеры. Кто такие гитеры? Не надо объяснить. Вот. Которые сказали, учитель, хочешь мы сделаем так, что все твои ученики пойдут сейчас с нами. На что Платон сказал, что я ни секунды не сомневаюсь, что вам это удастся, ибо движение вниз гораздо легче, чем движение наверх. Из этого следует правило Платона. Все интервалы наверх. Нужно брать выше, чем кажется. А все интервалы вниз, ниже, чем кажется. Да. Вот это большая терция, да? Это нейтральная терция, как у нас говорят. Да. Поэтому вы должны предслышать, что у вас наверху должно сейчас засветится все, лампочка включится. как детям говорят, да, вот, все время, синтер, вал и вверх, вот, это, давайте еще раз, да, взяли, и теперь, большой, за 6 секунд, сейчас будьте внимательны, молодцы, все неожиданно как-то, то есть должен оказаться звук в середине, мы выходим из лада, сложно, значит, смотрите, когда с этим работаешь, когда работаешь с новичками, то есть вот пока мы в унисоне, вообще, где бы ты ни работал, первое, что нужно добиться, зачем нужно всегда следить, всегда следить за опорой, потому что когда у человека появляется дополнительная задача, если у него на рефлекторном уровне или на каком-то уровне первоначального владения, он не поставлен на дыхание, он мгновенно слетает и начинает делать на горле, да, поэтому вот мы взяли его, не сон, вот я не проверял, вот, нужно спокойнее быть по жизни, это не только, это просто, всегда, как это, больше всего достается тем, кто рядом со мной, это как, всего хорошего тоже, значит, следить все время, все время следить за дыханием, когда у вас появляется, вот сейчас мы вышли из унисона в интервал, чем отличается, вот есть одноголосное пение, да, монадийный культур, во всем мире, вот кто знает мировые культуры, аутентичные, знает, что очень многие народы поют унисонно, да, и прекрасно себя чувствуют, и сложнейшие четвертоновые техники там есть и так далее, потому что это состояние, когда я растворяюсь, и вот это стремление раствориться в звуке, это и есть состояние унисона, это вообще психологическое состояние, если вы его в себе вырабатываете, вы всегда будете очень чисто петь, и вы всегда будете очень гибкими певцами, вот, но как только появляется второй звук, появляется пространство звука, мы начинаем себя соотносить, и здесь вступают в силу законы агротонального строя, законы гармонии, да, то есть, когда мы слышим, что чисто, это когда у нас все гармонирует, нам хорошо, грязно, когда, вот, это мы на интуитивном уровне всегда ощущаем, вот, и когда мы начинаем петь уже двуголосие, да, а двуголосие, это очень сложная история, потому что в двуголосии каждый интервал слышен, ты как голый здесь вообще-то, то есть, чуть не туда, и сразу уже все разваливается, как только появляется двух и сколько угодно голосия, в этот момент ты начинаешь соотноситься, и у тебя появляется дополнительный объект понимания, то есть, я сразу послышал, как у вас, во-первых, поменялись манеры пения, вы стали петь не так, как вы пели в распевке в унисоне, а вы стали петь так, как вы обычно в жизни поете, поскольку у вас появилась задача решать какую-то, новая задача появилась, и вы вернулись, как это, как это, к заводским настройкам, вот, и очень, поэтому все это делается не спеша для того, чтобы ты, как бы, переходя ко второму уровню сложности, не терял того, что ты наработал на первом, это тоже делается очень медленно, дальше мы начинаем расслабиться, вот, дальше вот у нас есть раз, два, три, четыре, пять групп, и дальше я буду показывать уже каждый из этих групп отдельно, вверх, середина, раз, середина, два, а ты и мужчины, да, начинаем тоже из унисона, н-óbИнсу-вы, н-ā--得. н-б-ла- кон- н- Black揚 н-ī-н-л- н-б-ла- Мажор Громче 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 Слушаю, корно. Слушайте звуя квин. 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 Слушайте звуя квин.